В эфире телеканала Десна ТВ новости. В студии работает Ксения Соколова. Здравствуйте! Сегодняшние главные темы. Реквием в память о Чернобыльской АЭС. Героизм ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции является ярким примером отваги и верности служебному долгу. Плановое заседание административной комиссии. Если вы ребенка до 14 лет, маленького ребенка, еще не совершеннолетнего, отпускаете с собакой гулять, то ждите какие-то, возможно, эксцессы. Активисты поддержали идею Всероссийского субботника. Хочется сказать слова огромной благодарности членам местного отделения «Единой России». 35 лет назад сотни тысяч спасателей со всей страны объединились, чтобы справиться с последствиями самой страшной радиационной катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС. В память об этом событии и людях, принявших на себя удар, в центре Десногорска прошло мероприятие, посвященное этому скорбному событию. Героизм ликвидаторов впоследствии аварии на Чернобыльской АЭС является ярким примером отваги и верности служебному долгу и самоотверженной любви к родни. У памятника жертвам радиационных катастроф собрались представители администрации, члены общественных организаций, духовенства, ветераны-ликвидаторы и небезразличные жители города. На митинге присутствовала и депутат Государственной Думы, первый заместитель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. После слов скорби и благодарности она передала памятные медали директору Смоленской АЭС Павлу Лубенскому и депутату Смоленской областной думы Михаилу Лосенко. У меня есть поручение от Смоленского союза чернобыльцев. Они сегодня тоже встречаются в центре Смоленска и вспоминают эти дни, вспоминают ликвидаторов. И председатель областной организации попросил меня вручить две награды. После митинга ветеранов-ликвидаторов ждали в Центре культуры и молодежной политики. Здесь за храбрость и самоотверженность участникам ликвидационных работ вручили памятные юбилейные медали – 35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Награды получили 8 человек. Ранее еще 14 медалей были вручены членам Десногорской общероссийской организации «Союз Чернобыль» в Смоленске. Очередное заседание административной комиссии прошло 27 апреля в здании администрации. Было представлено 4 протокола о правонарушениях закона Смоленской области. Два из них – по неуполнению требований, установленных правилами благоустройства. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных. К правилам благоустройства относятся и нормы по выгулу собак. Так родитель, доверив питомцу своему 11-летнему ребенку, не учел потенциальную опасность своего поступка. В результате во время выгула собака покусала прохожего. «Если вы ребенка до 14 лет, маленького ребенка, еще несовершеннолетнего, отпускаете с собакой гулять, то ждите какие-то, возможно, эксцессы». За выгул домашнего питомца лицом младше 14 лет полагается штраф в 4 тысячи рублей. Финансовые потери понесли и любители шума в ночное время. По этим делам были назначены также немалые штрафы в 3 тысячи рублей каждый. Кроме того, председатель комиссии Владимир Исаев напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать в прилетнем отдыхе. «На пляжах и других местах массового отдыха запрещается, а именно, купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими, запрещающими знаками и надписями, купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания. Также подплывать к моторным, парусным судам». Такие действия могут привести не только к штрафу по существующей статье, но и к летальному исходу. 24 апреля был объявлен Всероссийским субботником. В этот день Десногорское местное отделение партии «Единая Россия» при поддержке городских сообществ приняли участие в городском субботнике. Акция прошла вместе с депутатами Десногорского городского совета, молодежным советом города Десногорска, городскими волонтерами комфортной городской среды, представителями мотоклубов «Ночные волки» и «Ночные валькирии» и просто неравнодушными десногорцами. «Хочется сказать слова огромной благодарности членам местного отделения «Единая Россия», а также тем городским сообществам и неравнодушным жителям, которые сегодня в прекрасный субботний день, утром, не пожалея своего времени, вышли, чтобы сделать наш город немножечко чище». Мусор был убран на части городской набережной и лесопарковой зоны около Атомпарка. На территории пляжа также проводилась уборка членами партии ЛДПР. В конце выпуска о погоде. 29 апреля в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 10, ночью плюс 2. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин